добрый день на библейский портал экзегет поступил вопрос как помочь тяжело больному человеку который каждый день желает смерти но вообще на состоянии смерти человеку противоестественно противоестественно и когда смерть возникает рядом с человеком всегда человек скорбит плачет расстраивается висели нет никакого потому что состояние жизни это состояние совершенно органичное человека состоянии смерти противоестественно поэтому человек желает смерти не потому что ему смерть нравится а потому что ему жизнь тошна или тяжела но в каком случае она может быть тошна или тяжела во-первых с точки зрения физиологии если человек постоянно страдает и боль его невыносима ну понимаете погасить боль в этом мире можно есть там обезболивающие что или еще что-то в принципе можно выйти из этого состояния если понимать что по ту сторону если в этом состоянии закончил свое бытие в том продолжим то там никак это все же не уже не изменить поэтому а вторая вторая ситуация одно дело физиология заставляет человека мучиться и страдать и желать избавления от этого то лучше постараться конечно избавиться медикаментозно но есть второе состояние состояние которое называется уныние печали тоска вот вот это серьезная ситуация когда человеку обязательно надо помочь потому что если человек в состоянии уныние находится тоже следующее состояние после следующая ступень падения после уныния это самоубийство вот и нередко нередко этим и заканчивается чем помочь человеку но опять же зависит от в каком физиологическом состоянии находится если мы говорим о лежачем больном которые там не в состоянии стать то в принципе помочь немножко сложнее если человек хоть передвигается и думать были ситуации когда звонил человек и говорю невыносимо жить невыносимо жить и охота умереть человек в принципе здоровы мы с этим здоровым человеком сделали что его ты знаешь тебя сосед живет через два этажа до ты видишь в каком состоянии находится до сделала пожалуйста вот я тебе сейчас денежку перешлю сделай пожалуйста следующее сходи в магазин купи то то и то то отнеси ему и постарайся ему помочь вы знаете через два дня он сам свою собственную денежку начал носить туда и помогать ему потому что жизнь того человека которому он помогал было еще сложнее невыносиме чем у него вот как помочь такому человеку нужно найти того кому хуже чем тебе и постараться ему помочь свое время да даже помню стихотворение такое сложилось когда человек пытался там спрыгнуть с моста подошли и сказали не понял с каким из наших деятелей это произошло это у вас нету денег да вроде деньги если вы не могли бы вот эти деньги отнести отнести там вот этой бедной семье потому что он очень сильно нуждается когда вы потом сделаете это потом придете да делаете все вот это да да прыгаете там с моста начинать больше не вернулся потому что папа оказав помощь этой бедной семье он получил от бога ту часть радости который принес им и когда человек находится в радости он никогда не будет решать сводить счет из жизни поэтому таким людям помочь таким образом туда нужно найти того кому хуже чем тебе и пытаться им помочь а если человек конечно настолько тяжел тяжело больной что и уже не двигается ну даже посидев на краю кровати подержав его за руку почитав ему книжку или рассказав ему что-то о жизни радость боги вы можете просто отвлечь его и взять на себя часть его физической боли я думаю что этим тоже можем помочь больному хотя это наверное самое трудно виде виде как человек страдает и как хочет умереть только потому что ему тяжело физически очень тяжело на самом деле ему сострадать но тем не менее помочь любому человеку можно главное иметь желание и в зависимости от варианта либо на коечке посидеть либо вместе с ним оказать помощь тому кому тяжелее чем тебе самому помоги господи внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео